Это галлий. Он блестящий и его можно превратить в желе, похожее на жидкость. Вы также можете поиграть с ним, не нанеся своей коже никакого вреда. Этот серебристо-серый металл с синеватым отливом достаточно хрупкий. В природе в чистом виде он не встречается и является рассеянным элементом. Плавится примерно при 30 градусах по Цельсию, поэтому тает даже в руке. Но что произойдет, если вы положите этот металл в рот, а затем съедите? Давайте узнаем. Галлий довольно странное вещество. Посмотрите, как он разрушает эту алюминиевую банку. Можно предположить, что то же самое он сделает и с желудком. Но нет. При комнатной температуре металл твердый, но он быстро растает, когда вы закинете его в рот. Вы сразу почувствуете кислый металлический привкус. Затем расплавленный галлий будет похож на густую серебряную пасту, которая покроет ваши зубы, язык и все остальное. После того, как вы изо всех сил проглотите данную субстанцию, она попадет в желудок. В этот момент вам может быть интересно, почему с вами до сих пор еще ничего не случилось. Это потому, что в очень малых количествах галлий не токсичен. В основном галлий поступает в организм с пищей и содержится в тканях в незначительных количествах около 0,7 мг. Так что, если вы остановились на крошечном кусочке галлия, то, вероятно, все будет в порядке. Он путешествует по вашему телу так же, как и любая другая еда. Но это не означает, что вы должны потреблять галлий, и мы не рекомендуем этого делать. И сейчас узнаете почему. Если же вы переборщите, галлий вступит в реакцию с кислотами желудка, и образуется трихлорид галлия. А это химическое соединение является смертельным для крыс. Употребив около 140 г галлия, мы получим более 300 г трихлорида галлия. Смертельная доза у крыс составляет 4700 мг на 1 кг массы тела. Это означает, что взрослому человеку при 80 кг потребуется 376 г. Из-за такого количества галлия также образуется много газообразного водорода. Это может привести к ужасным спазмам в желудке и раздражению горла. Вдобавок ко всему вы почувствуете сильные боли в груди. А испарения, которые производит трихлорид галлия, могут быть для вас еще более опасными. В легких начнется образование избыточной жидкости, и, возможно, вы перестанете двигаться, так как пары могут вызвать паралич. А даже если не будет никаких трудностей с движением, вы в конечном итоге потеряете сознание от затрудненного дыхания, и все это приведет к летальному исходу. История практически не знает случаев передозировки галлия. На просторах интернета встречается лишь парочка смельчаков, которые решили испробовать на себе маленькое количество галлия. И вот что пишет один из таких. Я бы не рекомендовал этот опыт. Я положил в рот кусок галлия размером с пятак, и он очень быстро растаял. У него был ужасный вкус, очень похожий на грязный пенник, поэтому я выплюнул его. Я почувствовал какую-то странность с языком и общее не менее во рту, которое сохранялось более часа. Я не мог избавиться от странного привкуса, а мой язык и слизистые оболочки были нечувствительны к прикосновениям, давлению и легкому покалыванию довольно долгое время. Я тут же связался с токсикологической службой, и они сказали, что со мной, вероятно, все хорошо, но если симптомы не исчезнут, я должен срочно обратиться в скорую помощь. Примерно через 90 минут я уже был в порядке. Так что, друзья, не рискуйте своим здоровьем ради таких сомнительных экспериментов.